В их руках не одна человеческая жизнь. На учёте в Бобруйской зональной станции переливания крови свыше 2800 почётных доноров. Каждый уверен – делать добро просто. Достаточно сдать анализы, пройти осмотр и регистрацию. При оформлении понадобится паспорт тем, кто впервые военный билет при его наличии. Выписка из медкарты, результаты ЭКГ и флюорографии. Женщинам справка от гинеколога. Слово «донор» в переводе с латинского означает слово «дарить», издавая кровь или её компоненты, мы можем подарить кому-то жизнь или спасти после аварии или травмы. Регулярная сдача крови является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, тромбообразования. Сдавайте кровь, делайте больше добрых дел. Светлана Емельянова спасает жизни без малого 30 лет. Правила сдачи крови знает наизусть. Станцию переливания посещает каждый месяц. За одну процедуру берут 450 миллилитров. Перед донацией каждому выдают воду, сок, печенье, шоколад и гематоген. В день донора бонусом идут символические подарки и от Красного Креста. С 92-го года, 27 лет, я работала на станции переливания крови сама. Поэтому, как и все сотрудники, влилась в ряды доноров и по сей день сдаю кровь. Ведь приятно, когда ты идёшь, по городу идут люди, улыбаются. Ты смотришь на них и думаешь, а может быть, кому-то из них помогла моя плазма либо мои тромбоциты. На душе становится тепло, светло и хорошо. С апреля этого года действует новая редакция закона о донорстве крови и её компонентов. Увеличен возраст для сдачи с 60 до 65. Из перечня льгот исключена гарантия по предоставлению дней отдыха. Для почётных доноров предусмотрена 25-процентная скидка на платные медуслуги в госучреждениях. Плюс две недели неоплачиваемого отпуска по согласованию с нанимателем. Донорами могут быть не все. Существуют противопоказания к донорству, постоянные и временные. Постоянные противопоказания – это инфекционные заболевания, гепатиты вирусные, спид, туберкулез, сифилис. Это наличие злокачественных заболеваний, психических расстройств. Временные противопоказания – это при которых человек спустя какое-то время может стать донором, либо продолжить донорство. Это острые заболевания, либо обострение хронических заболеваний, временный приём лекарственных препаратов. Приятное новшество. Минздрав определил порядок заготовки крови и её компонентов – аутодоноров. Теперь человек может сделать запас для себя. Особенно важно это для людей с редкой группой и тем, кому предстоит серьёзная операция. Однако при условии, что у пациента нет противопоказаний.